Дорогие союзники! Доброе утро! В прямом эфире Тимофей Обухов, проект Союз Онлайн и продолжающийся марафон на Покров. «В здоровом теле здоровый дух», — гласит крылатые выражения, основой которого стали слова римского поэта-сатирика Ювенала. «Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом. Бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью, что почитает за дар природы предел своей жизни, что в состоянии терпеть затруднения какие угодно». Ну вот, как видите, взаимосвязь несколько иная, чем в сокращенном, более привычном нам варианте. Так или иначе, а нам, сотрудникам телеканала Союза, нужно поддерживать и физическую форму тоже. Особенно пригождается она тренированность и выносливость в ходе таких вот наших благотворительных марафонских забегов. Впрочем, сейчас все сами увидите. Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Меня зовут Тимофей Обухов. Наш марафон «Напокров» продолжается, чего мы только уже не сделали, где только не побывали. Вот сегодня мы находимся в спортивном центре «Яфитнес». Приглашаю вас составить мне в компанию. То же самое сегодня сделает моя коллега Надежда Калинина, которую я позвал позаниматься вместе со мной немножко спортом. Честно говоря, я немного волнуюсь, здравствуйте, уважаемые телезрители, потому что спорт и я – вещи немножко несовместимые. Наденька, ну ты знаешь, в хорошей компании ничего не страшного. Главное, что есть товарищ, который тебе поможет, подскажет и, если что, вовремя остановит. Ну смотри, я тебе доверяю. Пойдем. Вон туда тебе. Все. На дорожке встречаемся. Окей. Заходи. Ну вот она, беговая дорожка. Итак, с чего начнем? С нее мы и начинаем. Разминка минут 10 легкого такого бега для того, чтобы кровь разошлась по организму, немножечко так-то вспрела, ну и почувствовала рабочее состояние, привести ее в порядок, нервную систему в том числе. Так, сколько тут кнопочек? Давай нажимай, какие необходимые, и я побегу вперед. Один, побежали. Так. Чуть-чуть увеличиваем скорость. Сначала шаг. А я уже приготовилась. Вот смотри, три, вот это уже 4 км в час средняя скорость, да, с которой передвигается человек, ну и легкая пробежка где-то начинается с 5,5-6 км в час. Примерно вот так вот. Если хочешь, могу немножко добавить. Давай. Я прям вот чувствую, как спорт входит в мою жизнь. О, вот эта скорость. Надя, вот видишь, второе дыхание открылось. Слушай, здорово, ну всего 600 метров пробежала, но уже чувствую, как силы-то крепят. Можно на марафонские дистанции переходить. Ну да, 21 км, я думаю, мне по силам после такого-то. Для начала хотя бы начать с трех. Договорились. Вот она кнопка. Стоп, стоп. Останавливайся. Молодец ты. Тимофей, вот сейчас вопрос у меня созрел. А почему я вот бежала, а ты не бежал? Так надо, Надя, надо. Эх, все-таки так не надо. Вернее, надо, но не так. Совместный труд. Вот залог успеха любого предприятия. Тем более, когда речь идет про общенародный православный телеканал. Практически в ежедневном режиме мы рассказываем о том, как можно помочь Союзу про способы перечисления средств. И результат, слава богу, есть. Поэтому такую практику мы продолжим до окончания нашего телемарафона. Способ первый и, пожалуй, один из самых доступных для многочисленных зрителей канала СМС-перевод. Итак, чтобы перечислить денежные средства с помощью мобильного телефона, надо отправить на номер 5115 СМС-сообщение с таким текстом. Союз, пробел, сумма. Вас попросят подтвердить платеж. Напишите «Да» и отправьте это сообщение на номер, с которого пришел этот запрос. Это необходимое подтверждение для вашей сотовой компании. Теперь ваше пожертвование поступит на счет телеканала. Этот способ удобен для абонентов компании МТС, Мегафон, Теледва и Билайн. Но вернемся к нашему спортивному сериалу. Мы с Надеждой Калининой уже размялись, немного побегали. И первым упражнением решили выбрать подтягивание. Хорошо, знакомое, уверен абсолютно всем нашим зрителям по школьным годам, особенно старшему поколению, когда еще были нормативы ГТО, за выполнение которых давали значки и звания. То, что ты подтянешься, я не сомневаюсь. А вот сможешь подтянутся, например, 50 раз. В честь марафона? Ну да. Ну почему нет? Можно попробовать. Давай. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь до конца, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, и что ли? Шестнадцать, семнадцать. Тяжело. Тяжело. А что, если мы разобьем на несколько подходов? По возможности. Если я не могу 50 раз за один подход, например, за три-четыре я осилю. Давай. Семнадцать уже было. Тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок девять, сорок девять, сорок девять и... Надя, ты сама-то умеешь подтягиваться? Ну, как... Нет. А повисеть хотя бы? Ну, если повисеть... Давай, за марафон повисеть хотя бы. Сорок девять, сорок девять. Спусти меня, пожалуйста. Сорок девять. Друзья, перед тем, как представить вашему вниманию следующую серию спортивного документального сериала, которую мы сняли на Медне, хочу напомнить о том, что второй наиболее удобный способ пожертвовать на вещание православного канала «Союз» предоставляет Сбербанк России. Только для этого надо знать номер банковской карты. 4279-0116-0039-2883 Таким образом, те, кто так или иначе взаимодействует со Сбербанком, имеют возможность практически мгновенно перечислить средства в адрес православного телеканала. Опуская технические детали, можно с уверенностью сказать, что деньги, которые сегодня отправят наши зрители данным способом, сегодня же на счету «Союза» и окажутся. А сейчас вновь отправляемся в спортивный центр «Я-фитнес», где мы с Надеждой Калининой перешли к выполнению упражнения на пресс. Одно дело – подтянуться 50 раз за один подход, совсем другое – сделать складочку. Ну, это когда человек занимает исходное положение лежа на спине, затем за счет сокращения своего мышечного корсета старается дотянуться руками до ног, ну или наоборот ногами тянется к рукам. В общем, смотрите сами. Надюш, ну у нас сегодня, знаешь, круговая тренировка, все группы мы задействуем, время для пресса подошло. Кстати, знаешь, вот чтобы ты уж не думала, что я слабак там или чего-то не могу, пресс я качаю, хорошо, у меня в школе вот по прессу всегда были пятерки. 50 раз. Да легко. Ну, я тебе чем-нибудь помогу? Сама справа тебе. Хорошо, тогда я считаю. Давай. Раз, два. Надя, мне кажется, что пресс качает немножко в другой амплитуде, нет? Нет, хорошо мышцы работают. Ты считаешь? Уже пять. Шесть, семь, восемь, девять. Ой, где же вы мои школьные годы? Десять. Одиннадцать. Двенадцать. А давай с перелом? Давай. Ведь главное же сделать 50 раз. Согласен? Двадцать восемь. Двадцать девять. Может, на тридцати остановимся? Тридцать. Уже больше половины. Давай еще пять раз. Раз. Два. Три. А надо пятьдесят, да? Четыре. Надо пятьдесят. Кровь из носа, но пятьдесят надо. Пять. Отдохни. Сорок три. Сорок четыре. Сорок пять. Сорок шесть. Сорок семь. Надюш, сорок восемь. Последний, самый трудный. Сорок девять. Сорок девять. Последний раз. Так, нет, это было пятьдесят. Ты меня не обманешь. Может, с физкультурой не очень хорошо, но с математикой все отлично. Ох, сейчас часть нашей аудитории обрушится на нас с критикой. Да, что же это за складочка такая? Да кто так качает пресс? Друзья, не судите строго. У нас все еще впереди. Все самые главные свершения и достижения придут со временем. Главное не останавливаться, действовать, даже если исполнение не совсем гладкое. И вновь хочу к вам обратиться с информацией о том, как еще можно помочь Союзу покрыть текущие расходы и накопившиеся долги незамедлительно. Очень эффективна услуга автоплатеж. Потратив совсем немного времени на визит в Сбербанк или на самостоятельное подключение автоплатежа через сервис Сбербанк Онлайн, вы сможете быть уверены, что ежемесячно на счет Союза поступает от вашего имени определенная вами сумма. И никакая забывчивость и нехватка времени не станут помехой вашему доброму делу. Адресат автоплатежа Свято-Симеоновское Архиерейское Подворье и вот тут даже никаких цифр запоминать не надо легко находятся через поисковик сервиса Сбербанк Онлайн. Уважаемые союзники, наша утренняя 15-ти минутка подходит к своему завершению. От всей души говорим спасибо администрации и сотрудникам спортивного центра «Яфитнес» за содействие. Личную благодарность урожаю директору Ивану Федотову за отзывчивость и помощь в организации съемок. Друзья, как вы понимаете, это были только первые три серии. Остальные вы сможете увидеть при следующих встречах в нашем эфире. Так что оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok